сегодня мы решили проверить как дела у нашей лизы и насти из агентства персоналу он прошел по нашему сайту говорит ну вот я увидел здесь такую фразу но наверное я бы не обратился год заканчивается вы ни хера не сделали и это наш недостаток ему должно быть понятно на сайте у человека нет времени чтобы гулять мы оставили нам заявочку на подбор персонала нужен водитель и нужна домработница подскажите про нас какие-то и подборы для вас кандидата вашей молодой красивый муж не нужно немолодая няня желательно не болтливая пьете да конечно а с наркотиками были какие-то нет не было вообще травку не купили нет они готовы будут оплатить полиграфолога вы пойдете на полиграф вот это идеально и это работает почему вы вообще хотите работать няней вы реально хотите устроить просто личную жизнь почему нет всем привет друзья ну что у нас новый выпуск и сегодня мы решили проверить как дела у нашей лизы и насти из агентства персоналу for family agency за две с половиной недели которые прошли они сделали уже огромную работу прежде всего они провели фотосессию они запустили свой инстаграм на который вы кстати слабенько подписывайтесь и очень зря потому что инстаграм очень классный они уже практически полностью переделали сайт и познакомились с человеком который научил их настраивать рекламу google и в общем то не платить никому деньги потому что для своего бизнеса лучше всего настраивать рекламу самостоятельно особенно если у вас нету супер огромных бюджетов в общем сегодня мы решили во первых проведать их а во вторых устроить небольшой эксперимент мы с Алиной и с Костей решили подобрать таких установочных героев которые помогут нам посмотреть на сам продукт посмотреть на то каким образом они работают с клиентами и как они подбирают тот персонал который потом продают нам можем ли мы им доверять нужны ли нам вообще услуги такого агентства по подбору персонала или это банальные какие-то перекупщики в общем это бизнес-шоу реальное бизнес-шоу и у нас здесь может быть все что угодно мы готовы на все если сегодня наш продукт окажется некачественным вы об этом узнаете ну я очень надеюсь что девчонки не подведут мы не разочаруемся и все будет круто ну а как будет на самом деле мы с вами совсем скоро увидим так что смотрите внимательно до конца ну и конечно поставьте нам лайк за наши старания терпения и усилия потому что мы стараемся привет оля ну что попробуем попробуем давайте расскажем нашу задумку наша задумка состоит в чем есть у нас надя которая согласилась стать профессиональной актрисой чтобы проверить девочек насколько качественно они работают с клиентами со своими то есть мы сегодня решили потестить не только процессы которые происходят вот сейчас касательно маркетинга мы посмотреть на сам продукт и соответственно проверить как девочки наши будут как они все работают с клиента на как они обрабатывают входящие берут ли одни трубку там реагируют ли они на заявки и что они говорят когда они приглашают на встречу потому что может вдруг такое казаться что у них вообще продукт полная г мы тут тратим время свое на маркетинг правильно правильно что мы будем делать мы сейчас оформим заявку на сайте и будем ждать насколько быстро девочки реагируют на входящий запрос и как быстро они перезвонят давай посмотрим сначала на заявку тут три пункта на сайте оставьте заявку написано мы свяжемся с вами в ближайшее время на телефон и mail имя телефон и mail давай заполняем наблюдаем за временем на час 11 40 засекаем время посмотрим потому что многие на самом деле собирают эти заявки и потом там звонят в течение суток я например считаю это всегда проблемой особенно если это конкурентный услуг от не тогда когда у вас нету конкуренции за вашу заявку мы свяжемся с вами ближайшее время сейчас посмотрим когда будет ближайшее время хочу рассказать просто такую историю что когда у вас собираются заявки я знаю что многие люди как и электронную почту и вообще свои мессенджеры просматривают там раз в недельку в среднем и бывали такие случаи когда люди были очень беспокоены что у них нету заказов но они забывали например заглянуть серым или у них там не было какого-то оповещения вообще запомните что когда у человека горит я много лет работала в свадьбах и история была такая что когда у человека горит вот есть сегодня приспичило ножни выйти не замуж все это понимает но она сегодня сделали предложение или вдруг она сегодня решила что эти пересмотрела там фильмов журналов что вот теперь ей нужно готовиться к свадьбе вот он тот момент на нации до такой позитивной да она звонит и это очень часто происходит в субботу и воскресенье что обычно происходит субботу и воскресенье если работает наемный персонал они либо не работают либо у них свадьба если это сезон но люди чаще всего там в августе редко кто-то звонит обычно все звонят за здолуги вот видишь и константин кричишь меня украинскому языку посмотрите в словаре что это означает и она звонит в субботу и говорит я хочу сейчас можно приехать играть и когда вам будет удобно играть можно сейчас и я вот миллион раз сталкивалась с тем что именно тех кого я брала сейчас и сразу же с ними заключала договора потому что иногда банально срабатывала вы знаете я позвонила в три агентства люди никогда обычно меньше чем три агентства не ходили но за счет того что два дали отказ сегодня она пришла и есть сегодня сразу же понравилось особенно если вы не протупили и нормально провели встречу дали нормальное предложение все случилось поэтому конечно персонале точно так же как правило у нас есть там ряд в гугле нам выдается выдача запросов как бы мы посмотрели мы звоним и или заполняем анкеты и если нам никто не отвечает течение суток двое-трое то чаще всего мы говорим извините нет желание уже пропадает либо ты просто нашел тоже закрыл эту потребность и дело даже не в желании просто закрыла эту потребность поэтому мы ждем 11 46 я беру 6 минут прошло ровно алло надежда добрый день меня зовут анастасия это агентство for family agency и вы оставили нам заявочку на подбор персонала да совершенно верно нужен водитель и нужна домработница давайте пройдем все начали тогда по няне подскажите пожалуйста возраст вашего ребенка два мальчика 10 и 12 лет мне нужно чтобы няня забирал их после школы отводила на кружки делала с ними уроки все наверно подскажите пожалуйста какие категории подборы для вас кандидата важны возраст образование педагогическое молодой красивый муж не нужно немолодая няня желательно не болтливая медосмотр какой-то в делайте им да конечно я вводе там расскажу по поводу проверки дополнительных кандидатов после того когда прямого заявочку расскажу про все условия сопротивления с агентством и какие услуги мы дополнительно предоставляем а как это проходит кастинг то есть вы мне высылайте что-то я смотрю или не привозите подбора кандидата для вас после чего мы отправляем вам нужны кандидатов которых мы отбираем по критерям вашего подбора вам на почту либо на любой другой месседжи которая вам удобна вы отбираете кандидатов которые заинтересовали для личного собеседования собеседование проходит в масс в агентстве в офисе либо в любом удобном для вас месте заранее согласовывается менеджер и менеджер сопровождает всех кандидатов которых вы отбираете после того когда вы выбрали кандидата который вас заинтересовал у вас есть две недели тестовое для срок работы кандидата параллельно общаетесь с менеджером вы можете сразу попробовать двух кандидатов допустим если вас заинтересовали 2-3 после течения двух недель вы подписываете договор в офисе агентства о начале сотрудничества и мы вас сопровождаем на протяжении года полностью по всем моментам То есть это замены и подмены персонала. Подмены персонала у нас осуществляется до 21 дня. В случае, если я не заболела, либо какие-то дополнительные моменты у вас возникли в работе. И по какой-то причине она не может быть у вас на работе. Слушайте, я тут подумала, а есть у вас гувернёра, например? Какой-нибудь мальчик со знанием английского? Да, конечно. Который может поддержать. Майнкрафт ему поиграть, например. Да, конечно. А не проход какую-то психологическую? Вы проверяете? Потому что она какая-то, не знаю. Конечно. Все мальчики проходят с психологом в офисе агентства. Точнее не понятно. А теперь по поводу домработницы. Да. Подскажите, пожалуйста, ваш объём. Что значит мой объём? 120 квадратов. А это на моей габариты спрашивает. Объём квартиры, да. 90 квадратов. Царский дом. Три раза в неделю. Количество проживающих 4 человека, либо более. Четыре. По обязанностям. Готовка вам необходима, либо это только уборка с 3-кадлажка? Нет. Без готовки. Ещё какие-то дополнительные обязанности к домработнице у вас есть. Допустим, там сортировка вещей в химчистку, закупка продуктов, либо это только уборка с 3-кадлажка. Давайте начнём с уборки, плашки, а там, если что, можно её доп-функции, да, какие-то добавить за дополнительную плашку? Да, конечно. В случае, если, допустим, вам будет подходить кандидат, которого вы вам отобрали, но вы захотите увеличить её обязанности, она чего-то будет, допустим, не знать по веборде, у нас есть курсы дополнительные для персонала, которые мы можем её доучить. Всем не отходим. Опа, хорошо. И по оплате, у нас есть разные цены на персонал, так как всё зависит от их опыта и обязанностей. Средняя оплата говеннанки будет где-то в среднем за 2 детей от 120 до 180 гривен в час, в зависимости от знаний иностранного языка и двух каких-то услуг нять. Я поняла. Скажите ещё про водителя. Симпатичного водителя, молодого, который хорошо с собой ухаживает обязательно и может поддержать разговор и стрессоустойчивый. Это важно. Хорошо, конечно. Да, и красивый, так и спортивный. Хорошо. Настя, давайте всё подытожим, чтобы я поняла конкретно, что мы будем делать, наши действия. Я сейчас вам в Telegram отправлю профили заявок по трем кандидатам, вы с ним ещё повторно ознакомитесь. Если всё хорошо, вы мне их подтверждаете. И в течение двух часов мы вам на Telegram отправляем резюме кандидата. После ознакомления с резюме вы мне скажете, какие резюме вы заинтересовали вас и мы назначим собеседами либо у нас в агентстве, либо в удобном для вас месте. Давай несколько слов. Как вот ты сама сейчас, если бы ты реально им позвонила, как клиентка? Ты бы к ним обратилась, не обратилась? Что тебе понравилось, что нет? Информации много, конкретика есть. Я думаю, да, обратилась бы. Обратилась бы. То есть они у тебя вызывают двери, а ты к ним ок. Да, я просто нанимала няню и очень многие сотрудники не готовы ответить на мои вопросы, которые водили их в ступор. Тут подготовлены люди и я понимаю, что у них есть вся информация, которая мне нужна. Они профессионально достаточно выглядят в звонках. Есть что сказать тебе по этому поводу? Я согласна. Я получила даже больше информации, чем я могла предполагать. Я получила тоже больше, но я же великий критик. Я все-таки записала несколько моментов, которые лично меня, наверное, потому что я сама долго оказывала услуги, что меня смутило. Первое. Для меня слово кандидат режет. Я бы все-таки, например, рекомендовала людям в своих услугах, но если я говорю о няне, то называть няня. Если я говорю о водителе, то говорить водитель, потому что они его очень часто произносят и как-то сильно холодно. И вот это как раз второй момент. Для меня лично это общение официальное too much. Наверное, это подходит к разным людям, но я вот, например, всегда рекомендую ловить все-таки человека и быть с ним более friendly. То есть общаться с ним так, будто бы он не только к тебе зашел, а будто бы вы с ним, знаете, как бывает в магазин приходишь или в ресторан, когда официант может быть очень от тебя отстранен, а может соблюдать субординацию, но при этом говорить с тобой как-то более душевно. Мне немножко, например, этого не хватило. Я все время чувствовала, что мы по разные стороны. Опять-таки, это мое личное ощущение. И в некоторых случаях был очень безразличный голос и даже отсутствие чувства юмора. Ну, например, по поводу мужчины, еще чего-то. Какие-то были фразы, где можно было хотя бы с улыбкой сказать. Я чувствовала такую пятизвездочную гостиницу. Возможно, это туда как раз залазит. Следующий момент, это как раз по поводу пятизвездочной гостиницы. Когда я услышала их расценки, а я, кстати, до этого момента не знала их цен. Это цены люкс. Это не дешевые цены. У меня есть персонал, да, у тебя есть персонал. И это дорогие расценки. И сто процентов оплаты тоже, кстати, для меня мы платили 50. Ну, может быть, это уже было давно. Но это я к чему говорю? К тому, что если сейчас такие условия рынка там или их конкретно, то это говорит о том, что тут должен быть люкс во всем. Тут нельзя с таким раскладом уже приводить не в то место, говорить как-то не так или делать ошибки в текстах. Вот я это сейчас просто понимаю. Потому что, в принципе, это услуга не для всех. Это услуга не для обычных людей. Ну, там, условно, которые нанимают персонал. Это достаточно дорого. Я, например, плачу за свою квартиру за уборку столько же, сколько озвучили в минимальном формате. Но у меня квартира 215 квадратов. Поэтому тут, как по мне, ну, очень хорошо, что они это заявили. Потому что для того, чтобы на этот рынок им зайти, ну, и стать более массово продаваться, как они хотят, тут, конечно, нужно очень четко все выстроить и посмотреть все ошибки абсолютные убрать. Ну, это вот мое какое-то такое личное ощущение. В целом, очень достойно. Видно, что они как бы не профанки, да, совершенные. Но я бы в люксике все-таки добавляла, знаете, посмотрите, как работают очень классные продавцы личные в магазинах Санаханты и в дорогих ресторанах лакшери. Когда ты приходишь, и они не то, что не отстраиваются от тебя, а они со своими клиентами ведут себя так, будто бы они их друзья в лучшем понимании этого слова и просто своим вот этим комфортом и опытом обволакивают, за руку ведут, подбирают. Вот это личное, личное, личное. Я думаю, что на это надо сделать акцент. Но теперь мне интересно узнать только одно, кого они предлагают нам за эти деньги, как они этих людей подбирают. Поэтому я думаю, что нам нужно придумать план Б и лично увидеть своими глазами, возьмут ли они какую-нибудь профаночку или нет. Простите, девочки. За это нам надо это сделать, да? Конечно. Поддерживаю. Привет. Оля, это Дарина. Очень приятно. Оля. Дарина, это наша няня. Таня и Гена. Слушай, вы молодаты для няни. Ну так получилось. Просто хорошо сохранилось. Сколько тебе лет? Мне 25. 25. 25, чем ты занимаешься? Я работаю в люкс-сегменте, продаю одежду. Нормальненькая такая няня. Давай теперь наша задумка. Мы сейчас договорились проверить, как девчонки подбирают у нас персонал. Алина у нас нашла Дашу, для того, чтобы Даша сыграла роль няни. И вчера Даша заполнила анкету, правильно? Да, да, да. Сбросила ее, и тебя пригласили на собеседование. Да, все правильно. Собеседование будет сегодня, по-моему, в 4? Да. В которой час? В 15. В 15. И мы хотим сейчас набрать девочкам. И под предлогом того, что у нас срочная съемка, нам нужно немножечко подснять для выпуска, приехать к ним и как бы начать съемку. И в процессе этого как раз дождаться времени, когда придет Даша. Но если нам удастся их сейчас уговорить, давай набирай Лизу. В общем, тут такие, знаете, эти экспериментаторские съемки, шоу Копперфильда, реалити-шоу. Все, что хотите в одном флаконе. Или просто обманщица Ермилова. Алло, Лиз, привет. Слушай, мы тут недалеко от вас. Хотим заехать к вам от снятия для выпуска. Нам буквально чуть-чуть. Минут 30 максимум. У вас 4 собеседования. Да, до 4 мы успеем точно. Окей, все, окей, ждите нас, спасибо. Так, ну отлично. Тогда мы сейчас едем. Сыграем ситуацию таким образом, что когда ты будешь приходить, мы попросим предложить девчонок тебе на камеру, чтобы ты пришла и посадила там. На камеру тебя записали. Ну я должна согласиться. Конечно, ты должна согласиться. Ты только не сразу же там не колись. Типа, да, конечно, конечно. А сейчас ты там, ну как-то так, адекватненько, окей? Ну, я удивлюсь, хорошо. Но согласилась. Курсы актерских талантов. Ну, я надеюсь, что не расколемся и посмотрим, каким образом это происходит. Потому что это очень важно, кого они берут на работу. Потому что они возьмут на работу люксового продавца. Ну, тоже неплохо. Тоже неплохо. Но, как бы, знаешь, няня, мне все-таки бы хотелось, чтобы чуть-чуть соображала и шарила. Ну, конечно, да. И очень интересно посмотреть изнутри, как девочки проводят собеседование и насколько они психологически подходят. Кричат ли они на свой персонал. Ну, супер. Ну, окей, поехали. Так, девчонки, мы, как и обещали, много времени не займем. У вас сегодня есть собеседование? Да. Да. Мы ждем еще с нянью, которая должна к нам прийти. Ну, смотрите, мы на самом деле заехали, потому что у нас пришло две с половиной недели, да, как мы с вами встретились. И я наблюдаю изменения, которые происходят. Даже знаю, потому что у нас есть тайный чайник. Но давайте расскажем все-таки, что у нас происходит и зрителям в том числе. Что поменялось? Давайте начнем с первого момента. Была поставлена задача сделать фотосессию. Как вы с ней справились? Кого привлекли? Насколько это было интересно, увлекательно, быстро? В нескольких словах. Ну, мне кажется, что фотосессия у нас прошла быстрее всего и легче всего. Она как-то на одном дыхании у нас пошла. Мы привлекали наш персонал. Реальный персонал? Да, реальный персонал. И брали, правда, детей нереальных. Потому что, конечно, не получилось. Ну, может, не возьмем клиентов детей. Но все сработали классно. У нас водитель оказался мега-активный. У него больше всего фотографий. Но все прошло круто, быстро. И это было самое легкое то, что у всех заданий. Потому что инстаграм и сайт у нас не так все быстренько. Давайте к инстаграму, Алина. В нескольких словах. На чем вы работали? Потому что вы приезжали, вы созванивались, вы все время работаете. Чтобы вы понимали, что процесс как бы идет все время. У нас инстаграм уже начал выглядеть совсем по-другому. У нас стало много сторис. Да. Девочки получали задания ежедневно вбрасывать видосики тренировочные. Угу. Мы приехали к девчонкам уже после фотосессии. То есть до фотосессии были поставлены ТЗ. Фотки получили. Фотки классные. Приехали. И проговорили стратегию продвижения. Мы изменили визуальную часть. Зеленый у нас превратился в яркий желтый цвет. Я, кстати, обратила на это внимание и цвет мне очень понравился. Да. Такой немножко мрачненький зеленый превратился в яркий желтый, который привлекает свое внимание и заставляет вот эта доля секунды, когда человек к вам приходит на страничку, этот цвет заставляет его задержаться. Мы начали наполнять контент. Теперь у нас есть много интересных полезных постов. Планируем еще заполнять инстаграм реальными истории и жизни, те, которые можно. Было достаточно мало подписок от нас. Неужели вам не интересно посмотреть, как преображается инстаграм и взять что-то для себя? Потому что это как раз та самая история, как в общем-то и в смаж было, когда инстаграм был мертвый и тут он меняется. Мало того, это история не про еду, это история про услуги, где важно раскрыться, объяснить и убрать очень много страхов своих клиентов. То есть сделать некое впечатление о себе произвести. Поэтому обязательно подпишитесь на инстаграм. Не в контексте того, что мне не нужны дети, няни и прочие люди. Посмотрите на то, каким образом ведется инстаграм. Обращайте внимание на какие-то фишечки. Смотрите, что вас цепляет, что вас не цепляет. Это очень важная деталька такая. Да, уметь замечать в других бизнесах то, что люди делают и думать, а что я могу из этого классного для себя. В наших планах немножко мы уменьшаем количество постов. Будем уменьшать, потому что это много. В день. Да, да, да. Три поста было только потому, что контент нужно было наполнить важной информацией. На страничку. Да, да. Вот. Количество постов уменьшаем. И девочки пообещали, что они будут больше разговорных сторис записывать. Будут рассказывать о каких-то случаях. Будут рассказывать о персонале. Как вообще все происходит. Как идет отбор. Как коммуникация с клиентами, с персоналом, который уже в семье. И вы, да, подписывайтесь и смотрите все. Я бы хотела здесь сразу, наверное, добавить свои пять копеек. Раз уж мы заговорили на эту тему. Поскольку мы сейчас занимаемся активно видео-маркетингом и работаем с компаниями, я вижу такую очень типичную ошибку, на которую мы просто не обращаем внимание. Поскольку наш глаз, естественно, у всех замылен. Ситуация очень простая. Когда мы заходим на сайт, у нас возникает много вопросов, по которым мы начинаем звонить в компанию. Это хорошо, если еще начинаем звонить. Иногда и не начинаем. И вопросы достаточно банальные. Вопросы, сколько стоит. Вопросы, как происходит процесс. Вопросы, сколько времени это занимает. Вопросы, как вы проверяете свой персонал. Где вы их находите. То есть в каждом бизнесе у клиента, вот если вы сами попробуете в своем бизнесе, очень тяжело с этим разобраться. Но попробуйте зайти на любой какой-то сайт, чья услуга или товар вам интересен, в частности услуга. И сразу посмотрите, а что вам не понятно. Зайдите на сайт химчистки, там, я не знаю, аренды платят. И вот у вас сразу появится набор вопросов. Вот этот набор вопросов, это как раз ваш контент. Темы о том, что нужно сделать. И для того, чтобы у вас не занимало куча времени, а это одна из ваших проблем, что вы очень много времени тратите наверняка на разговоры, на объяснения, там, масса всех вещей, нужно просто подготовить на эту тему контент. Я рекомендую сейчас идти в видео контент. Почему? Потому что видео контент, во-первых, это сильно проще, чем написать статью в любом случае. Потому что статью писать, надо подбирать слова. Ну, мы все умеем разговаривать. Даже если нам страшно первый раз записать на камеру, но это проходит. Но есть конкретная тема, запрос какой-то, по которой вы просто берете и записываете достаточно понятное видео. До пяти минут в идеале, да? Может быть, на три. Не бойтесь, если это одна минута. Но человек, во-первых, когда он видит, что на все эти вопросы есть ответы, он это смотрит и вам не нужно занимать время. Если ему эта услуга интересна, он реально посмотрит, да? Второй момент. Он уже видит вас. Он, когда будет приходить к вам на встречу, у него не будет страха. Вдруг тут будут какие-то тетки страшные. Или, неважно, у каждого из нас есть какие-то образы приятные и неприятные. И вот, даже если бы вы в жизни теоретически были бы человеку неприятны, но когда мы видим на картинке, у нас все равно есть уже момент узнаваемости, уже близости какой-то, да? То есть мы уже понимаем, что нас ожидает. Поэтому я бы вам рекомендовала как раз этот контент подумать и на предмет IGTV. Мы можем делать один контент везде. Заливать себе на сайт, на YouTube канал туда же ставить. Это тоже будет поисковый трафик. В Instagram эти же видео, ну, как бы с IGTV ставить в ленту. И это как раз будет момент и вашего коннекта. И сразу же вот эти вот все ответы лишние, которые вам нужно все время проговаривать. А как я знаю, я занималась свадьбами, сейчас ты забываешь что-то сказать. И мне не то сказал. И ты думаешь, боже, это вылетело из головы. Зачем? То есть человека будете получать готовенького. В идеале услуга всегда классно продается. Опять-таки я много лет их продавала. Тогда, когда мы всю информацию даем человеку. Возможность получить через наши там социальные сети или сайт, там нужно понимать, что он может через любой канал попасть и мы не должны его гонять. Типа, зайдите на сайт и там все понятно. Нет. Если он пошел в ваш Инстаграм, ему должно быть понятно в Инстаграм. Если он зашел на сайт, ему должно быть понятно на сайте. У человека нет времени, чтобы гулять. И вот классная продажа, это тогда, когда он получил всю необходимую информацию и просто вы получили готовенького клиента, который говорит, девочки, я готов заключить договор. Вот это идеально и это работает. Я много лет сама этим занималась и пришла в итоге к тому, что продавать на встрече нам нужно лишь в том случае, если мы совершенно сырые оказались по ту сторону экрана. И это наш недостаток. Самое крутое, это когда клиент просто говорит, хочу, давайте, заключаем договор, мы с вами работаем. Поэтому вот этот кредит доверия, убить все его сомнения, ответить на все его вопросы можно один раз, в автоматическом режиме. Вот и все. Да, и когда у вас уже контент наполнен, когда у вас все ясно понятно и в Инстаграме и на сайте, можно смело давать рекламу и не бояться, что человек к вам придет и он ничего не поймет. Как раз это актуально, потому что мы можем внести изменения на сайт, потому что мы сейчас как раз его закроем. А расскажите, что у вас произошло с сайтом? Несколько слов? Приехал Игорь, он очень быстро и классно все нам объяснил, но он говорит, что сайт нужно расширить. У нас только лендинговая страница была одна, но он на такой платформе написан, что он статичен. И внести изменения мы не смогли никак. Давай расскажем немножко об Игоре, потому что не все сейчас знают. Мы внедрили в команду Игоря, который занимается непосредственно настройкой рекламы. И мы решили, что в таких компаниях, как у девочек, иметь своего таргетолога, платить кому-то деньги непонятно за что, очень нецелесообразно. То есть нет таких бюджетов. Но в то же время, если обучаться этому самому, чтобы потом контролировать других, то какой смысл потом контролировать других, когда у тебя есть один бизнес, ты можешь сам разобраться на что, как настроить рекламу и в общем-то контролировать этот процесс. Поэтому задачей Игоря как раз стало то, чем он в частности занимается, обучить сейчас девочек, чтобы они самостоятельно могли контролировать все моменты рекламы. Расскажите несколько слов о вашей работе, о ваших впечатлениях, о результатах мы поговорим в следующий раз. Да, он пришел к нам, мы конечно сначала испугались, потому что все это, язык не наш, нам все непонятно. До этого мы сталкивались с тем, что когда мы обращались с таким специалистом, все сводилось к нулю, эффективность этой работы. Он пришел, мне кажется, что он мега больше сделал, чем должен был, потому что SMM запускать рано, он у нас весь сырой, ну сайт полностью. И он нам сказал, есть вариант, либо мы переделываем сайт с нуля, что мы не умеем, но он сказал, нет смысла тратить деньги, учитесь. И мы за неделю как-то разобрались, и у нас почти вот-вот уже, то есть все посадочные страницы у нас готовы, у нас их получилось больше 20 посадочных страниц. Да, намного больше 20. Потому что мы думали по одному, что Google пропускает рекламу, все оказалось абсолютно по-другому. То есть ваш сайт оказался для Google неконкурентоспособным, и все, то есть это тоже трабл. Да, и очень много денег нужно вливать для того, чтобы раскрутить наш, который есть сейчас сайт, поэтому мы решили полностью переделать сайт, добавить кучу посадочных страниц, чтобы минимизировать затраты и получить выхлоп из этого какой-то. Ну, и вот сейчас мы как бы встречались с ним уже два раза. Первый раз он нам показал, дал задание, мы отобрали ключевые слова, по которым будет идти поиск, и теперь мы под эти ключевые слова делаем посадочные страницы. То есть для каждого практически такого популярного слова отдельная посадочная. Для девочек понятно сейчас то, о чем он говорит? Мы, потому что мы можем, например, его рекомендовать? Очень понятно. Берите, берите, работайте с ним. Честно. Мне кажется, мало того, что он включился, мне кажется, в нашу работу еще лучше. Он пришел со своими идеями, он начал говорить со стороны покупателя, чтобы он хотел бы видеть, чего не хотел. Очень классно. Он сказал о своих страхах нам в открытую. Ну, редко, да, кто-то так придет. То есть он не знал вообще, чем занимается агентство, он никогда с ними не работал, и он прошел по нашему сайту и говорит, ну вот я увидел здесь такую фразу, ну, наверное, я бы не обратился. Но я обратил внимание на вот это, на вот это, на вот это. И он говорит, вот я почитал ваш сайт и сейчас вас послушал, и я бы, наверное, работал бы с вами. Ну, вот это прикольно очень. То есть он со своей стороны нам показал, что тоже можно с нами работать и дал какие-то нам заметочки, куда обратить внимание. Это очень-очень круто. И на нашем языке это вообще хорошо. Теперь мы как бы его заканчиваем, мы сдаем ему его, он приезжает и уже мы настраиваем тогда рекламу. Мы оставим обязательно на юбересылку, потому что мы уже привлекали его раньше к нашим проектам и сейчас тоже решили внедрить команду, но решили больше не совершать ошибок, когда кто-то что-то делает за тебя, потому что это делает нас некими инвалидами. Пока у нас этот человек есть, у нас якобы что-то работает, человека убирают, и мы как бы ничего не можем сделать. Поэтому наша как бы ключевая задача – это нашим участникам помогать, как бы учить их думать, мыслить и использовать те инструменты, которые есть, а не делать это просто за них. Ну, правда? Это же гораздо ценнее. Конечно. Да, то есть есть домашнее задание, мы его выполняем, и у нас, кстати, не было, что мы к нему там звоним среди ночи и там, алло, мы не можем, все понятно, все доступно. Все понятно. Какая стадия у нас ремонта? Пока мы видим, что мы ничего не трогали. У нас есть краска. На все стены мы купили, мы определились со цветом, с Катей, мы были на связи, все выбирали по палитре, и есть ламинат. Пока это все, что есть. Начнем с покраски и ламината, а потом все дальше уже. Ролеты мы еще выбрали, шторы я просто сняла снять, но это надо уже снимать, когда придет человек красить, и уже тогда ролеты повесить после покраски, потому что пол менять раньше, чем красить. Ну, естественно, но я надеюсь, что в следующем выпуске, который у нас будет, мы уже сможем увидеть изменения и внешние в том числе. Ну, оно, может быть, быстрее бы пошло, если бы не сайт, потому что он действительно затянул немножко и времени. Ну, это гораздо важнее на данном этапе, конечно, потому что это то, что будет давать нам клиентов. Это наша няня пришла. По времени уже. Да, да, да. Можно я тогда, вы можете с Настей продолжить, а я с ней побегу, как раз пообщаюсь быстренько. Слушай, а нельзя как-то с ней, ну, снять? Вы будете же со стеной делать? Ну, да, да. Да, давно она придет еще и заполнить анкету, потому что круто было бы показать. Спасибо, ну, а вдруг она, ну, вы сами отшипали. Ну, как бы мы можем. Ну, просто я бы классно, знаешь, чтобы вы показали, как вы проводите собеседование с людьми, вы что-то там не делаете. Ну, что, если вы будете с этим получать? Ну, сами сказали, что мы там стажеры. Мы скажем, что вы юристы, допустим, наш и стажер. И смотрите, как проходит все это. Я единственная. Да. Я согласна на стажера. Здравствуйте. 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 Проходите, пожалуйста. У нас ситуация, мы просто сегодня у нас съемки для нашего инстаграм проводим. Вы не против, если мы чуть-чуть запишем, вот как вы пришли, как мы заполняем с вами анкету? Нет, все в порядке, если это для вас необходимо. Точно? Сто процентов? Ой, вообще замечательно, круто, спасибо. Тогда идемте сюда. Денина, добрый день. Здравствуйте. Да, давайте пройдемся по анкете. Вы ранее уже выслали. У меня сразу вопрос. Вы не замужем, 28 лет? Да. Это проблема? Да, это может быть проблема, потому что, в принципе, вы идете работать няней, а для няни, тем более с графиком работы с проживанием, это чаще всего семьи полноценные, там где есть супруг и жена, как вы себя вообще ведете в семьях. И вот у меня вопрос, не детей, у вас есть какие-то проблемы личного характера? Нет, проблем нет. Просто мне это сейчас не интересно. Ага, то есть 28 лет вам не интересно? Нет. Я считаю, что человек может и без этого как-то самореализовываться. Не обязательно для этого нужен мужчина. Ну давайте тогда сразу пройдемся по вашему опыту и потом вернемся к вопросам, которые могут еще параллельно возникнуть. У вас год опыта работы в семье с трехлетним мальчиком, вы тоже с проживанием работали? Да. Медосмотры вы проходили? Да, конечно. А пьете? Ну, как все, выпиваю иногда. Более точно все, как все. Кто-то пьет очень много, кто-то вообще не пьет. Я не пью много, но иногда в компании друзей, конечно, я могу позволить себе бокал шампанского либо вина. А с наркотиками были какие-то? Нет, не было. То есть вообще травку не курить? Нет. А проживаете вы в Виннице? Хотите работать с проживанием в Киеве? Может быть у вас в Виннице есть какие-то проблемы, поэтому приезжайте в Киев? Нет. Причем то, что прописка у вас в Жмереньке. В Жмереньке у меня живут родители, поэтому прописка в Жмереньке. В Виннице я снимала жилье, но я считаю, что этот город слишком маленький для меня, поэтому хочу в Киев. А, то есть вы хотите прийти в семью и показать себя, то есть няня, вы считаете, это проявит полностью вас, да, то есть вы попадаете в семью, вы занимаетесь с ребенком. Почему? У вас есть определенное место в семье, и вы, ну, как бы, да, занимаете нишу такого обслуживающего персонала, и вы готовы сейчас приехать в Киев работать няней, если Виннице вам маленько, да? А не будет такого, Дарин, что Киев для вас или семья станет маленькой, вы захотите ее как-нибудь расширить? Вам 28 лет, вы очень красивая девушка, и все может случиться. У нас бывали такие случаи, когда мама просит, чтобы девушку не сильно симпатичную брали, потому что, как бы, там, муж может работать дома. Киев – это хорошие возможности, и для девушки из Жмелинки, да, как бы, у нас вот вопрос, насколько вы реально хотите работать няня, или вы реально хотите устроить просто личную жизнь? Ну, как бы, личная жизнь – это все прекрасно, но я же еду на работу. Ну, хорошо, вы маникюр, вы работаете с ребенком, которому три года. Да, но это было в семнадцатом году. Ну, после этого у вас еще вот опыт, до которого мы не дошли, сдвоенный. Вы считаете, что женщина не может себе делать маникюр, даже если она работает с ребенком? Ну, я считаю, что у няни должна быть определенная длина, и у вас достаточно яркий маникюр. Дарина, у меня вообще вопрос к вам, почему вы вообще хотите работать няней? Я люблю детей. Сколько вы хотите получать на своей работе? Ну, от тысячи долларов, мне кажется. Вы считаете, что вы достойны тысячи долларов с вашим опытом работы, с вашим образованием, которое вот на данный момент непрофильное с детьми, которыми вы работали? Считаю, да. Понятно, спасибо, но у меня вопросов вообще больше нет. Рекомендации, если у вас есть, вот семей, давайте первую, вторую семью рассмотрим, есть рекомендации? Телефоны в режиме есть. Ну, я думаю, это не проблема, позвонить семье, в которых вы работали относительно недавно, и попросить, чтобы они подтвердили. Ну, я бы не сказала, что это было недавно, и беспокоить людей, мне бы не очень хотелось. Стоп, вы пришли работать, да. Это, понятное дело, по трудовой я не посмотрю, в какой компании вы работали, не перезвоню, не уточню, какие вы были сотрудники. Окей, хорошо. Все, у нас вопросов нет, спасибо большое. Мы свяжемся с вами, что у нас будет для вас предложение. Так, ребят, ну а сейчас небольшая рекламная вставка. Я всегда рассказываю вам об интересных ивентах, на которые стоит действительно ходить, и один из таких ивентов пройдет в Киеве 1 декабря, который организовывают Олесь Тимофеев и Евгений Черняк, достаточно популярные, известные личности. И Big Money Intensive, вот читаю, от титанов украинского бизнеса. Круто же, шесть спикеров, пять часов контента и обещают собрать больше двух тысяч участников. А что это означает? Это означает, что мы с вами не только вдохновимся, получим какие-то знания наверняка, наверняка какой-то инсайт, который может быть окажется слишком очевидным, но мы подумаем, блин, почему мы ничего не делали. Но самое главное, мы сможем увидеться, потому что на таких тусовках всегда находятся самые прогрессивные люди, потому что не так уже много мест, куда нам ходить, где нам встречаться, где видеться, где общаться. И где сублимировать эту энергию, чтобы выходить, рвать, метать и, в общем-то, делать нашу страну лучше. Так что сам Бог велел. Оставляю вам ссылочку под видео, переходите, пожалуйста. Стоимость все время будет подниматься, поэтому используйте возможность не платить больше. Кстати, если покупаете билеты компаний, будут приятные скидки. Так что до встречи. Мы с Сергеем обязательно будем там 1 декабря. Ну это вообще не наш вариант. А ты всегда такая агрессивная? Ну не всегда, но как бы я просто более вспыльчивая, чем Лиза. Лиза более спокойная. А что ты делала? Я не люблю, когда начинают на вопросы отвечать вопросом. То есть я не понимаю, ну если я хорошо работала, то есть когда они приходят, я вообще не понимаю, когда я 28 лет, она идет в семью в Киев, Виннице и маленький город. То есть ты бы ее не взяла? Нет. Я бы ее и себе никогда не взяла. В принципе, если я не готова брать ее к себе, да, то зачем ее рекомендовать? Я, в первую очередь, когда она говорит о том, что Виннице стала маленький город для нее. Ну это абсурдно. Ну это реально абсурдно для няни. Пространство города ей не познает. То есть до этого она… И еще меня очень смутят, что три года ребенка, когда они рассказывают о том, что я ушла в четыре, потому что вырос ребенок, вот у вас есть няня, да, у кого там… Они должны понимать о том, что если тем няне нужно было в три года, когда уже ребенок может идти в сад, то в четыре года уже как-то от нее отказываться через год. Но это уже что-то сомнительное. То есть в таком случае чаще всего няня адекватная берет рекомендации хоть каким-то образом подтвердить, ну короткий период работы. Слушай, а ты никогда их не проверяешь на стрессоустойчивость? Не сложно. Я сама такая аглорисинная, поэтому я… Я уже вижу, что она, в принципе, на мою критику. Ну я бы сказала, извините, я найду вам рекомендации, предоставлю. То есть если бы она ушла спокойней, да, то есть понятное дело, что я начала это раздражать, она говорит, я не вижу смысла брать. Ты приходишь уже работать. То есть если она ко мне, я не вижу смысла. Ну ушла и ушла, ну Винница и Винница, теперь я в Киеве жмеренко родители, то я не вижу смысла. Мне вообще кажется, что, конечно, молодая няня на полный день вообще такого даже не может быть. Она может только быть на какие-то там подмены. Вот у меня был опыт, когда первого найма няни, да, я очень серьезно к нему подошла, поэтому с няней восьмой год. И я помню, когда к нам пришла молодая девочка, и естественно меня это напрягло. И второй момент, я понимала, что если у человека нету своих детей, вот я все равно в это не верю, что у человека нету своих детей, и он может вести себя с детьми правильно. Хотя понимаю, что это может быть, но как мама, вот не могу этого допустить. Ну, мы скажем, нет? Я думаю, можно. Девочки, простите, мы вас это, сегодня немножечко подыграли. Так вот, ну что. Потому что вы правда думали, что девочка просто согласится к вам придет на камеру? Ненавидят. Ну, мне стало легче сейчас. Это лучше, чем мы опозорили с нашим персоналом. Что-то типа к вам такие не приходят. Приходят, но как-то не часто нам на таких везет, правда. На самом деле, хорошо, что я не оказалась с няней, потому что я думала, что моя стрессоустойчивость уже выходит на ноль, но я бы обратилась к девчонкам за помощью, потому что они очень правильно задают вопросы, как мне показалось. И человек, который вообще ничего не понимает в этом деле, да, ну вот именно я сегодня была няней, я, в принципе, с этим не сталкивалась никогда, у меня нет детей, и особого ухода я не знаю, как правильно вести. И было сложно их обмануть, потому что они цепляются за слова, задают провокационные вопросы, и это очень правильно, мне кажется, в силу того, что они выводят человека на правильную волну. И если ты, как бы, понимаешь и разбираешься в своей работе, конечно же, ты ответишь на все вопросы и покажешь свой профессионализм. А если ты полный ноль, то, сори, тебе не сюда. Ну вы так по-подобренькому все равно, но ты так, конечно, немножко агрессочком... Я бы более агрессивная, чем Лиза, но когда приходят, обычно, в принципе, уже, я бы закончила три года, окей, Винница, город маленький, для вас ходите к Киеву, нам, наверное, не по пути. Слушай, ну а где выбирается нормальных? Ну вот она так на вид вроде бы ничего там... Очень не классно, они когда работают за ничто перебила в одной семье, за счет того, что мы уже долго этим занимаемся, очень часто, когда семьи меняют персонал в связи со сменой графика, жили в квартире, умножили семью, да, там переезжают в дом, то они отдают персонал, то есть даже сами звонят, который, может быть, был даже не наш. Если уже у этой знакомой, да, там нянечки, есть другой персонал знакомый, они работали где-то в этих семьях одному уровню, то есть плюс-минус адекватность персонала одинаково. Вот таким сарафанным радиус... Ну сколько вы их наберете, так вам хватает? Ну, мне, конечно, жалко, что нам не удалось как-то это все дело усугубить, вот, но, по крайней мере, мне нравится то, что вы реально проверяете, потому что это, конечно, страх, что, знаете, как просто в свадьбах, опять-таки существовала такая история продажи, когда, например, клиент звонит куда-то, ну, там, ведущему или какому-то левому человеку, который называется агентством, он продает список контактов, которые он насобирал в интернете, знаешь, и передал. И, конечно, страх всегда, что в персонал вы банально заходите там на OLX или еще куда-нибудь, набираете, и лишь бы кого мне втюхиваете, и там повезло, не повезло заработать на этом денег. Вот, тут, по крайней мере, ну, я вижу, что вам не все равно. Вы часто говорите слово полиграф, полиграф делает клиент за свой счет, сколько это стоит? От 1200 гривен, в зависимости от количества вопросов. Как часто пользуется этой услугой? В основном те клиенты, которые сейчас хотят полиграфолога, у них есть свой. На самом деле это нужная вещь, мы продаем не ручку, мы продаем, да, услугу плюс человеческий фактор. Ну, по сути, это один-два дня стоимости работы персонала, то есть это не так дорого. Мне кажется, от нас вы проверку точно прошли. Хух, да, видите сами, как весело. Давайте, значит, тогда подытожим с вами, да, что у нас сейчас происходит. Следующий наш этап. Мы сейчас ждем от вас нового сайта, который вы делаете для того, чтобы вы могли уже подключить рекламу. Мы можем уже скоро таргетинг, да, включить. Наша задача была подготовить все для того, чтобы попробовать получать клиентов не через сарафанное радио, а извне, правильно? Для того, чтобы продвигаться в этом направлении. Поэтому я думаю, что у нас сейчас будет очередная с вами пауза, как раз для того, чтобы мы впоследствии встретились и вы нам рассказали о том, какие у вас успехи в этом деле, какие клиенты стали из лидов приходить к нам, да, получаются из этих лидов клиенты, если получается, то какая стоимость этого клиента. И, в принципе, наша задача наладить вам этот поток. Потому что продукт у вас, в принципе, хороший, вы достаточно хорошие. Что улучшить, мы проговорили сегодня, да, для того, чтобы вот эти все моменты длинные, долгие уменьшить себе в объективную нормальную продажу. Ну и, собственно, продолжать дальше работать. Потому что бизнес, как показывает опыт, это достаточно монотонное, сложное и нудное дело. Но оно того стоит, если в результате мы получаем классный результат. Делаем хороший продукт и делаем так, чтобы о нем знали. Ну да, мы с вами сейчас стало веселее. А, да, с нами весело, конечно. Будьте аккуратны, потому что теперь, если кто-то позвонит вам в дверь, мы будем ждать вас. Да, если человек выкладывает телефон, думаете о том, что он может писать на диктофончик, вот, напрягайтесь, напрягайтесь. Но я думаю, что мы вам только поможем улучшить продукт и быть еще более ответственными, да? Да. Ну, тогда продолжаем. Я, в свою очередь, в очередной раз попрошу обратить внимание на инстаграм девчонок, обратить внимание сейчас на сайт девочек. Вы можете им писать, подсказывать, приходить в гости, если вам скучно. Наниматься в качестве персонала, проверять их, проверять их в качестве клиента, брать себе персонал. В общем, развлекайтесь, друзья, вам еще одна развлекалочка по жизни, в жизни, вот. Но мы хотим все-таки увидеть результат, потому что, с одной стороны, у вас несложная задача, с другой стороны, вот такие несложные задачи есть в огромном количестве бизнесов. Тот, кто их решает, получает все, тот, кто их не решает, тут же свертится, вот, переливая из одного в другое. Ну что, как по мне, выпуск получился нудным. Но самое веселое, это история про багажник и кости. Мы будем ее рассказывать? Я думаю, мы оставим пищу для размышления для зрителей. Пускай они нам напишут свои варианты. Где же Костя? Несколько слов. Где же Костя? Багажник и люди, которые страшно раздражались им. Мы прочитали ваши комментарии и подумали, что нас тоже бесит. Правильно? Бесит. Поэтому нет больше Кости. Ну, ничего страшного. Как-то без мужа переживешь. Давай подытожим. Что у нас на сегодняшний день с этой прекрасной, чудесной компанией по Family Agency? Девчонки активизировались, мне кажется, по-максимальному. По Instagram они включились. Работает фотосессия на целый съемочный день у них была устроена. Портфолио есть. Все классно, супер. Тексты пишут. Выводим сейчас общую концепцию. Вот. И начинаю дальше работать. Переделывается сайт. Да, сайт полностью переделывается с нуля на новой платформе. Прошли, девчонки, очень хорошо испытания. Мне кажется, да. Потому что обе девочки остались довольны. И я хочу сказать, что это всего лишь 2,5 недели. Это показатель того, что пока вы сидите, нудитесь, собираетесь, думаете, как бы мне собраться и сделать, за 2,5 недели реально можно сделать больше, чем за те 2 года, которые они уже этим занимались. Поэтому, если вы сегодня еще до сих пор сидите, ковыряете с носу и думаете, ну, как же мне собраться, у вас есть два варианта. Первое, поднять свою жопу прямо сейчас. Второе, это заставить себя как-то доползти внизу, там вот под нашим видео, заполнить анкету и надеяться на то, что мы вас заметим, придем и, знаете, как реклама порошка тает, да, отстираем все ваше грязное бельишко. Поэтому, ребят, помните, я уже об этом говорила, что бизнес – это достаточно нудно. И мы, зараза, стараемся делать это как-то веселее, но мы все-таки про бизнес. Мы все-таки, к сожалению, не про грязные трусы и прочие штуки, которые обожают смотреть люди и которые весело смотреть, но которые ни черта полезного не несут. Поэтому смотрите наше шоу, потому что оно офигенное. Используйте те рекомендации, которые мы даем. Включайтесь и видите, мать вашу, что можно действовать, можно брать и менять быстро. Даже если вам супер лень, даже если вам кажется, что это невозможно – это возможно. Поэтому берите и делайте хорэ ныть, хорэ ждать Нового года, хорэ опять говорить об этом ретроградном Меркурии. Есть Меркурии, есть Марсы, есть Сникерсы и есть даже Кока-Кола. И скоро она придет в ваш дом и напомнит вам, что год заканчивается вы не херами сделали. И чтобы этого не было – подписывайтесь right now. Подписывайтесь на наш канал, ставьте на колокольчик, танцуйте танцы, раздевайтесь, одевайтесь. И пусть у вас будут деньги на хорошие шмотки и хорошие машины. А мы с Оленькой поехали искать ей нового мужчину, раз Костик вам не понравился. Все делаем, какой хотите. Пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok